29 том Творение Святых Отцов Творение Блаженного Феодорита, епископа Кирского Часть 4 Толкование на книгу пророка Амоса Глава 3, стих 1, кассета 2 Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, На все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря Только вас признал я из всех племен земли, потому и защищу вас за все беззакония ваши Вкратце надлежит вам выслушать глаголи мои Господом Памятуя то благодеяние, а именно, что я Творец и Владыка всех Имела вас всегда особенное некое промышление Почему избавил вас и от рабства египетское? Слово же на все племена, которые вывел из земли египетской Не на иной народ указывает, но поскольку Господь упомянул об Израиле Израилем же по разделению Называли в десять колен, то к слушанию изрекаемо призывает имя и Иуду, и Вениамина Потом показывая, что по его попущению вражеское воинство сделает нашествие Подтверждает слово это некоторыми подобиями Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка на ней нет? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Как невозможно двоим в одно время держаться, одного общего пути, не объявив друг другу, когда и для чего пойдут? Невозможно льву рыкать, когда нет добычи, или птицы упасть без лоса, или произойти чему-либо иному из сказанного Так невозможно и то, чтобы когда не восхочет Бог, постигло какое-либо наказание Ибо злом, по всеобщему слову употреблению, пророк назвал наказание Так злом обычно называть и болезни, и исправительные наказания, и преждевременность смерти, и глад, и войну, и подобное тому Не потому, что все это в самом естестве своем есть зло, но потому что мучительно это для людей, и служит причиной печали и плача И покажу ассирианам и египтианам те беззакония, на которые отваживаются в пределах самарийских Это сказано в посмеянии, потому что, поясняя слово это, пророк присовокупил А они не умеют поступать справедливо, говорит Господь Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоге свои Отваживаясь на многочисленной неправды и порабощая бедных Не хотели вы знать, какие плоды приносит беззаконие Но сокровиществовали неправду, пожиная от этого бедствия и плен И весьма кстати употребил слово сокровиществовали, научая этим Что не предается забвение ничтое сделанного нами Но как в некой сокровищнице сохраняется в Божьей памяти Как хорошо и во благо делаемое, так и противоположное сему Поэтому так говорит Господь Бог Вот неприятели, притом вокруг всей земли Он не изложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои И с того самого, что делается с соседними народами, да знай Что будет с тобою? Ибо не ты один тир, но и окрест тебя живущие народы Будут вместе с тобою преданы опустошению Так говорит Господь Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха Так спасены будут сыны Израилева, сидящие в Самарии в углу постели И в Дамаске на ложе Как лев, похитив овцу, всю ее пожирает и уходит, оставив только негодное с пищей И этот опастух бывает принужден взять в доказательство владельцу овцы, что съедена она зверем Так десять колен будут преданы ассириянам, и те одни избегнут от сведения в рабство Которое по худородности и бессилии будут презрены врагами А то же будет и с Дамаском, и он подвергнется той же гибели Вставленные же среди речи слова прямо племени Означают, что колено Иудина не изведает пока на себе сих бедствий Потому что Севнахирим приступил к Иерусалиму со стыдом возвратиться вспять, погубив свое войско Поэтому говорит пророк Иеремея и Иенем, услышав Асем Слушайте и засвидетельствуйте дому Якова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф И во тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле И отсечены будут роги алтаря и падут на землю И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями слоновой кости И не станет многих домов, говорит Господь Невеликолепные только, но и бедные домы сокрушу и придам огню Сожгу, как построенные для зимы, так и открытые, сделанные для лета Жилища Ибо слово «дом» с приклеты Акила, Сима, Хатя, Датион перевели домом зимним Таковые домы, выведенные со всех сторон стенами, как бы некими крыльями, согревают поселившихся в них Раскатаю, говорит Бог, и вифильские требища, служащие к нечестию А поскольку немужи только на и жены вдавались во многие беззакония То пророк справедливо обвиняет и жен, и им угрожает погибелью Глава четвертая Амоса Слушайте слово сие эти лица васанские, которые на горе Самарийской Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим Подавай, мы будем пить Пророк именует жен, как живущих в роскоши и во всякой неге Таковы были васанские юницы, скакавшие от обилия пажити По причине сей-то роскоши жены присвояли себе принадлежащее подвластным Не отказывались повелевать и мужьям, которым подчинены по Божьей закону И требовали от них услуг Такова была и Изавель, у которой муж был вместо раба За это беззаконие ваше клялся Господь Бог святостью Своею Что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами И толкуя сказанное, пророк присовокупил И сквозь проломы стен выйдите, каждое как случится И бросите все убранство чертогов, говорит Господь Придет время и подвергну вас наказанию, какого стоите И предам вас врагам, так что мужи ваши, о них сказано, сущее с вами Из ревности и видений потребства ваши уподобятся поджигаемым конобам Потому что враги, как распаляемые каким-то пламенем Обходиться будут с мужьями вашими гневно, а с вами нагло Мужей и жен, лишенных всякого покрова, ведя вместе в гору Армана Слово Армана Симмах перевел в Армении, а Феодатион – высокая гора А вместо слов «клялся Господь святыми своим» Симмах сказал «клялся святымию своею» Присовокупил пророк к сказанному клятву, показывая нелживость пророчества «Потерпите же это, говорит Бог, как злочевствовавшие в Вифилии и Голгалах Отважившиеся торжествовать трехдневные праздники идолам Те десятины, которые повелено мной приносить иереям моим Приносившие служителям нечестия и с идолами составившие какие-то условия и договоры Следовать их законам Ибо это выразил Бог, сказав «Приносите им жертву благодарения квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших И разглашайте о них, ибо вы это любите, сыны Израилевы», говорит Господь Бог Законом называет не Божий закон, но постановление служащих идолам Потом повелевает пророку сказать «Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них» Слово оскоминно Так, не по минутному увлечению, но по горящему расположению и по привязанности Отважились они на такое нечестие «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших И недостаток хлеба во всех селениях ваших Но вы не обратились ко мне, говорит Господь» Слово оскоминно Симов-Сиадатион перевели ощущение Означает же оно голод Потому что у тех, которые ничего не едят В зубах не завязнет и кровь, и пища Посему, когда постигнет вас голод и скудость За то, что при изобилии благ поругались Вы подателю благ «Зубы ваши потерпят оскоминно, будучи не в состоянии хушать пищу Подобно зубам, пострадавшим от него От чего-либо кислого и жесткого И не способным разжевывать пищу Но и после этого, наложенного на вас наказания Пребываете вы в прежних пороках Впрочем, и при всем этом не прекращу вашего врачевания Но подвергну вас другому наказанию Удержав дождь поздний Это означал Бог словами Стих седьмой Удержал от вас дождь за три месяца дожат Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя Один участок напоен был дождем А другой неокропленный дождем засыхал Но водясь человеколюбим и показывает Что происходит это не само случайно А бывает по его мановению Продолжает Одному городу дождь, а другому не пошлю такового орошения, чтобы земля несовершенно иссохла Но по частям смочена была дождем Такая же будет скудость и в воде Что сходили с два-три города в один город, чтобы напиться воды Будут стекать все вместе в город, в котором есть вода Ища себе питья, но не утолят этим жажды в сытость Однако же и при всем этом останетесь вы в неисцелимом недуге Даже подвергшись уже и новым бедствием Ибо как врач душу потребил я иные способы прижигания Наводя на вас различные болезни Поражал вас ржой и блеклостью хлеба Множеством садов ваших, виноградников ваших И смоковниц ваших, маслин ваших, пожирала гусеница И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь После наказания терпели вы от гусениц, от которой гибнет все Что есть услаждающее виноградных, масличных и других садах И это не убедило вас познать насылающего эти наказания К этому присовокупляет Бог, что бегущих от царя Астерийского Поспешающих достигнуть Египта Предал мечу Астерийскому, как огнем неким, попаляя их гневом своим Но не захотели они из этого уразуметь должного Почему и говорит Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гаморру И вы были выхвачены, как головня из огня И при всем том не обратились ко мне, говорит Господь Не этим означая, что разорены они кем другим, но о себе говоря, как о другом Как полуобожженная головня показывает на себе силу огня И никуда более не годна, как только в огонь Так и вы, по избиении многих из вас, отводимая в плен, лишены будете всякой силы и окажетесь пригодными только для рабства Посему так поступлю я с тобой, Израиль Хотя и не исцельна болезнь ваша, однако же подам вам приличное врачевание И как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретине Бога твоего, Израиль Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение Его Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли Господь Бог Саваоф, имя Ему Посему, освободившись от этой бесчувственности, взыщи Израиль Бога, нарекшего себя твоим Богом Который и этот, удобопроницаемый, не имеющий никакой твердости воздух Приводя в движение и вращение от него же происшедшими ветрами Притворяет страшный удар грома Он указывает тебе царя, определенного для твоего освобождения Говорит же это Акири Ему нетрудно и после глубокой ночи произвести утро И после дня покрыть свет мглою Как на тебя, покоившегося среди самого полдня А полднеподобен мир Навел он мглу пленения Как прекратив ночь рабства, повелевает воссиять приятному утру свободы Потому что восходит он на высокие земли, то есть превыше всех Наполняет целую вселенную, как Господь и Бог Имеет владышество над всеми Так возвестив отрадное, обращает слово к противоположному Одним устрашая, другим утешая и направляя их к тому Чтобы от всего сердца обратились к покаянию Глава пятая Амоса Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас Дом Израилев упала Не встает боли и Дева Израилева Повержена на земле своей И некому поднять ее Владыка под человеколюбие не отрекается составить плачевную песню О тех, которые худо расположены к нему и не хотят покаяться Сказанное же к тому не приложит восстать Не противоречит благовестиям об освобождении Ибо означает, что израильтяне не будут уже управляться сами собой И иметь своего царя А если кто пожелает вникнуть точнее То найдет исполнение этого После неистового их восстания На спасителя нашего Ибо тогда пали они И до ныне пребывают в этом состоянии Называют же Израиля Девою за прежнее благочестие Но Девою падшей ее распленную За служение впоследствии идолам Слово и нет восставляющего ее А означает, что Израиль не пользуется никакой человеческой помощью Когда Бог всяческих противостал Израиле Ни царь египетский, ни другой, кто не в силах был защитить их Предвозвещает же Бог и будущее, и их малочисленность Ибо говорит Ибо так говорит Господь Бог Город выступающий тысячей останется только сотней И выступавший сотней останутся с десятком у дома Израилева Но хотя поздно Оставив наконец Ефили Голгалы и служение идолам При кладезе клятвы Зыщите моего о вас промышления Ибо в этом обретете для себя жизнь И в Ефили Голгалы вместе с идолами Преданы будут врагам Явное же безумие при этом кладезе Не только не приводить себе на память Авраамового благочестия Но и отваживаться еще при нем на нечестие Не ищите в Ефили И не ходите в Голгал И в Версавии не странствуйте Ибо Голгал весь пойдет в плен И в Ефили обратится в ничто Зыщите Господа и будете живы Чтобы он не устремился на дом Иосифов Как огонь, который пожрет его И некому будет погасить его в Ефили Из этого ясно дознаем Что грех воспламеняет для нас огонь бедствия И любовь, и приверженность к Богу Доставляют нам жизнь О, вы, которые суд превращаете в отраву И правду повергаете на землю Как правдивый определяет, что ему угодно И решение суда и его Приходит в исполнение на земле Кто сотворил Сенезвездие и Орионы Притворяет смертную тень в ясное утро А день делает темным, как ночь Призывает воды морские И разливает их по лицу земли Господь имя ему Он укрепляет опустошителя против сильного И опустошитель входит в крепость Возложите упалание на могущество Божие Не оставляйте этой надежды Бог без труда творит и притворяет Что ему угодно Легко для него и великие опасности Притворить в повод к благодушию Ибо сень смертный наименовал Пророк великие опасности Удобно ему и благоденствующих У древних, как некоторые говорят, был обычай при городских воротах Делать собрания и заседания Поэтому, где бывали эти собрания, там и пророки произносили обличения Но живущие в неправдах и беззакониях И обличениям истины не внимали И слова праведникова Праведникова не принимали Посему, так как вы и это делали И сверх того, живущим в нищете И рукой и языком наносили обиды Любям заимства Старались худыми способами Приумножить богатство Сознайте, что в домах так хорошо и красиво Вами устроенных и украшенных Не будете вы жить И в виноградниках с таким великим тщанием Вами на созвенность не соберете плодов Того, чтобы насладиться этим Лишит вас чрезмерность нечестия и беззакония Потому что попирали вы правду Принимая дары от сильных И на суде осуждая бедных Поэтому разумный безмолвствует в это время Ибо злое это время Всякий рассудительный человек Способный уразумевать должное Увидя тучу постигающих вас бедствий В изумлении, удивляясь Ни в живости предречения Ни в состоянии будет от горести Что-либо сказать вам Ищите добра, а не зла Чтобы вам остаться в живых И тогда Господь Бог Соловов Будет с вами, как вы говорите Возвиновите зло И возлюбите добро И восстановите у ворот правосудия Может быть Господь Бог Соловов Помилует остаток Иосифов За словами пусть следуют и дела Говоря, что любите доброе И гнушайтесь лукавством Самым делом докажите истину слов этих Потому что так поступая От Бога всяческих примите жизнь А если не будет этого вам не сделано Плач и рыдания слышны будут На стогнах и путях И земледельцы вместо возделывания земли Придадутся плачевным воплем Все же это будет, как скоро приду И наложусь и наказание Горе желающим дня Господня За чего вам этот день Господень Он тьма, а не свет Поскольку нашлись люди Воспитанные в верзости и самоуверенности Которые оспаривали пророческие предвещания Посмеваясь им, называли ложными Глаголы Божьи И требуя исполнения предвещений Так Владыка называет их достойными Оплакивания, как вожделевающих Увидеть тьму вместо света Желающий вид исполнения пророчества Говорит он, ни в чем не отличается От человека, который избег От нападающего льва Но после него встречает медведя Потом со страхом укрывается дом свой В смятении, волнующем душу его Неосмотрительно опирается рукой о стены Его угрызает лютая змея Как этот человек увидит в тот день Мрак, а не лыж света Так и они в день наказания Преданы будут в глубокой тьме Ненавижу и отвергаю праздники ваши И не обоняю жертв во время Торжественных собраний ваших Если вознесете мне всесожжение И хлебное приношение Я не приму их и не призрю На благодарственную жертву Истучных тельцов ваших Удали от меня шум песней твоих Ибо звуков гусли твоих Я не буду слушать Подобно этому и устами Исаии Изрек им владыка Бог Что мне множество жертв ваших Говорит Господь Я присыщен всесожжениями Овнов и тухов агот И крови юнцов и козлов не хочу И в следующих за этим словах Перечисляет все приносимое ему По закону, говоря, что Всем этим равно гнушается Так и здесь сказал Что ненавидит праздников Не примет жертв Приносимых в сонмах Ибо сказано Не обоняю вместо неприму Так блаженный Моисей сказал Что и приное Обонял Господь Бог Благоухание приятное То есть похвалил намерение принесших Потому что Бог не имеет нужду в жертвах Даже приносящих жертвы О собственном своем спасении Не удостою, говорит Бог Моего явления Поэтому прекрати и песни И употребление музыкальных орудий Потому что не услаждаясь ими Да и вначале повелел быть этому Для того только Чтобы посредством приятного Возводить тебя к высшему Пусть как вода течет суд И правда как сильный поток Произнесенный на тебя праведный приговор Подобно потоку и сильной воде Навлечет на тебя наказание И невозможешь найти себе исхода Приведите же себе на память Что сорок лет проводя в пустыне Не приносили вы мне при богослужении жертв Но и там показали тоже нечестие Делая всякие изображения идолов И всем служа этим изображениям И некоторым звездам Потому что Молоха Римфан Имена идолов О Молохе же упоминал пророк В начале пророчества Зато я переселю вас за Дамаск Говорит Господь Бог Саваоф имя ему Поскольку с трудом переносили рабство С обредельным с ними сирианам Пожелаю устрашить предречением этим Предсказывает рабство более отдаленное Разумеет же рабство ассирианам И блаженный Стефан Объясняя себе в деяниях Сказал Переселю вас в Далии Вавилона Глава шестая Амоса Горе беспечным И сегодня И надеющимся на гору Самарийскую И именитым Первенствующего народа К которым приходит Дом Израиля Жалкий и весьма жалкий Те, говорит пророк Который презирает Сион Возлагает заупование на Самарию Но не видит, что в Сионе Чтимый Бог Ввел их в землю обетования В конец истребив Издревле населявших ее А им даровал обширное место Для жительства Если же думаете, что это не так Пройдите в кални И посмотрите Оттуда перейдете В Ямав Великий И спуститесь В Геш-Селестинский Не высшими он Они сих царств Не обширнили пределы Их пределов ваших Идите Сказанные выше города Самые великие Принадлежащие Поименованным царствам И в точности дознайте Что земля Вами возделываемая Не меньше той Которую владеют Они Вы Которые день бедствия Считаете далеким И приближаете Торжество Насилия Как сами себя Соделавшие достойными Наказания Днем насилия Порок называет День наказания Вы Которые Лежите на ложах И слоновой кости И нежитесь На постелях Ваших По-видимому Почитающие Субботу Но делающие В них Тысячи Беззаконий Потом Порицают Их Сверхсказан За роскошь За то Что делают У себя Одры Слоновых Костей Дозволяют Себе Всякое Наслаждение За то Что приносят Им Козловый Тельцовый Стат Звучат У них Органы И звуки Их Сопровождаются Рукоплесканиями Подают Им Благовонное И при том Процеженное Вино А благуханная Мира Довершает Их Расточительность Такой Преданной Они Неумеренности Говорит Пророк Любят Жизнь Изнеженную Думают Что все Это Постоянно И Прочно Они Рассуждают Как Оно Скоротечно Ибо Это Означил Пророк Сказав Идите Лучше Холнов И стадо И тельцов Стучного Пастбища Поете Под звуки Гусли Думая Что владеете Музыкальным Орудием Как Давид Кьете Ища Ширино Мажетесь Наилучшими Мастями И Не болезнете О бедствии Иосифа Отваживаясь На Такие Беззакония Переносили Это Нисколько О том Не Скорбя Пророк Назвал Их Иосифом Потому что Ефрем Был Сын Иосифов А Десять Колен Именует Он Ефремом Зато Ныне Пойдут Они В плен Во главе Пленных И Кончатся Ликование Изнеженных Клянется Господь Бог Самим Собой И так Говорит Господь Бог Саваоф Вгнушаясь Высокомерием Якова И ненавижу Чертоги Его И Придам Город И все Что Наполняет Его Сильные Князи Говорит Пророк Отведут Их Пленными Владычество Ефрема Примет Конец Потому что Не лжи Всемогущий Изрехший На него Этот Приговор Определил же так Возгнушавшись Его Гордыни И Нечестием И Будет Если В каком Доме Останется Десять Человек То Умрут И Они И Возьмет Их Родственник Их Или Сожигатель Чтобы Вынести Кости Их Из Дома И Скажет Находящемуся При Доме Если Еще У Тебя Кто Тот Ответит Нет Никого И Скажет Все Молчи Ибо Нельзя Упоминать Имени Господня Столько Будет Погибающих Между Жителями Говорит Пророк Что В Иных Домах Все Живущие Окажутся Мертвыми И Соседи Или Родные Пришедшие Из Других Домов Станут Предавать Погребение Тела Умерших А Потом Доведаться И Спрашивать Друг У Друга Нет Ли Еще Кого Непогребенного Когда Находящиеся В Домах Скажут Нет Пойдут Говорит Пророк С удивлением Молча Советует Друг Другу Делать Тоже Потому Что Приговор Сей Изречен Богом Всяческих И Бо Вот Господь Даст Повеление И Поразит Большие Дома Расселенными А Малые Дома Трещинами Потому Что Одинаково Будет Низлагать Как Живущих В нищете Так И Сильных Бегают Ликони По Скале Можно Ликони Распахивать Ее Волами Вы Между Тем Суд Превращаете В яд И Плод Правды В Горечь Вы Которые Восхищаетесь Ничтожными Вещами И Говорите Не Своей Силой Мы Приобрели Себе Могущество Кони Говорит Пророк Не Могут Бежать По Камнем Враги Жен Ступят На Вас Зато Беззаконие На Какое Вы Отважились Презрев Прежнюю Вашу Высоту И Как Кони Ржут Увидев Кобылиц Так Враги С полной Охотой Совершат Нашествие Свое На Вас Потому Что Судею Подвигли Вы На Гнев Против Себя И Вы Вынудили Его Произнести Строгий И Вместе Правдивый Приговор Так Как Не Дела Добрые Вас Радуют Но Гордясь И Надмиваясь Своей Силе Приписывайте Прежнее Своё Могущество То Я Господь Всякого Воинства И Всякой Силы Придам Вас Народу Сильному Вот Я Говорит Господь Бог Саваох Воззиг В народ Против Вас Дом Израилев И Будут Теснить Вас От Хода Взимав До Потоков Пустыни То Изгоним Вас Из той земли Которую Возделывали Вы Прежде И Раваам При Котором Было Это Пророчество Как Показывает История Царств Четвёртая Царств 14 25 Постановил Предел Израиля От Ямафа До Западного Моря Потому И Говорит Бог У Пророка Все Пределы Ваши Придам Врагам Глава 7 Амоса Такое Видение Открыл Мне Господь Бог Вот Он Создал Саранчу В Начале Произрастания Поздней Травы Это Была Трава После Царского Покоса И Было Когда Она Окончила Есть Траву На Земле И Сказал Я Господи Боже Пощади Как Устоит Яков Он Очень Мал И Пожалел Господь О том Не Будет Всего Сказал Господь Увидев Страшное Сие Зрелище Умолял Я Бога Говорит Пророк Быть Милостивым И Прекратить Пагубу Но Не Благоволил Он Вероятно Прочрезмерности Беззакония Саранчой Назвал Царя Астерийского Гусеницей Царя Вавилонского Слова Жа Един Гог Царь Означает Многочисленность Воинства Как Гог Царь Народов Скистских Говорит Пророк Соберет Против Иерусалима Великое Множество Так Астерияне И Вавилоняне Придут С Великим Воинством А Пругам И Гусенице Равно Как И Червям Придал Бог Плоды Их И Вот Предрек Это Выше Такое Видение Открыл Мне Господь Бог Вот Господь Бог Произвел Для суда Огонь И Он Пожрал Великую Пучину Пожрал И Часть Земли Пророк Означает Правдивый Божий Приговор А в нем же Называет Врагов Бездны Много И бесчисленные Народы Ими Порабощенные А частью Израиля Ибо Так Сказал Блаженный Моисей И был Часть Господня Люди Его Яков Старозаконе 32.3 И это Видим Говорит Пророк Приносил Я ту же Молитву Владыке Но Не умолил Его Такое Видение Открыло Мне Вот Господь Стоял На Отвесной Стене И В руке У Него Свинцовый Отвес И Сказал Мне Господь Что Ты Видишь Амос Я Ответил Отвес И Господь Сказал Вот Положу Отвес Среди Народа Моего Израиля Не Буду Более Прощать Ему Нанесу Им Говорит Бог Удар И Сильный И Жестокий Жесткий Подобный Адаманту Твердости И Крепости Превосходящему Всякое Вещество Ему Не Только Не Потерплю Более Чтобы Оставалось Ненаказанность Ненаказанным Нечести На Какое Они Отважились Но Вместе С ним Уничтожу Жертвенники Идольские И Прекращу Праздники Их Одним Словом Сокрушу Все Царства Их Потому Что Опустошены Будут Жертвенные Высоты Исааковы И Разрушены Будут Святилища Израилевы И Восстану С мечом Против Дома Иераваамова Наименовал Царство Пророчество Это Пришло В исполнение Не при Иеравааме Но После него И после Других Шести Царей Когда Сказано Это Было Пророком Ифильский Жрец Амаси Убоявшись Что Народ Приведенный Страх Божьими Угрозами И Прибегнув Покаяние Оставит Служение Идолам А он Утратит Через Эта Возможность Приобрез Себе Выгоду Доносит На пророка Царю Истинным Словам Приложив Ложь Ибо Так Говорит Амас От Неча Мрет Иераваам А Израиль Непременно Отведен Будет Пленным Из земли Своей Как Сказано О народе Царстве Было Истинно Так Сказано О царе Очевидная Ложь Однако Жесие Как Немало Не Побудило Иеравама Наругаться Над Пророком Так Не Убедило И Амас Оставаться В покое Напротив Того Советовал Он Пророку Удалиться Жить Иуде И там Предсказывать Будущее Потому что Весиль Был Уделом Царства Израильского Но Амас Свободный О роде Жизни Своей Сказывает И открывает О благодати Данной Ему Свыше Ибо Говорит Отвечал Амас И сказала Амас Я не Пророк И не Сын Пророка Я был Пастух И собирал Секаморы Вместо Ягодичной Абираи Акила Перевел Отыскивающий Дикие Смоковницы Афиалит И он Очищающий Шелковичник Асимах Имеющий У себя Дикие Смоковницы Это Род Дерево В Палестине О нем Упомянул Блаженный Евангелист Лукас Сказал Что Блаженный Захей Взлез На Смоковницу Слышал Я От одного Описавшего Тамошние Места Что Плод Этого Дерева Не созревает Если Не сделано Будет На нем Какого Нибудь Малого Надреза Это Вероятно Разумели Семьне Что Это Вир Здесь Слово Очищающее Или Собирающее Посему Амос Говорит Меня Занимавшегося Земледелием И Посением Овец Господь Взял От овец И Повелел Мне Пророчествовать Поэтому Выслушая Амосе Пророчество Я Тебе Самом Так Как Воспрещаешь Ты Пророчествовать Мне Об Израиле Опасаясь Что Положу Этим Конец Твоему Несправедливому Обогащению И Так Знай Сам Увидишь Как Живущая Теперь Поругана Будет Врагами Потому Что И Ты Побуждал Народ К Непотребству И Звуслужения Увидишь Что Все Рожденные Тобой Будут Умерщлены И Сам Ты Скончаешь Жизнь В чужой Земле И Весь Народ Потерпит Одинаковое С Тобой Наказание И Когда Постигнет Сие Вас Земля Ваша Будет Отдана И Разделена Другим Глава Восьмая Амоса Такое Видение Открыл Мне Господь Бог Вот Корзина С Спелыми Плодами И Сказал Он Что Ты Видишь Амос Я Ответил Корзину Спелыми Ягодами Тогда Господь Сказал Мне Приспел Конец Народу Моему Израилю Не Буду Более Прощать Ему Видение Это Означает Что Скоро Израиль Соделается Под Добычей Врагов Что Скоро Израиль Как Птицы Удобно Уловляются Силком Так Народ Уловлен Будет Ассириянами Песни Чартога В тот День Обратятся В рыдание Говорит Господь Бог Много Будет Трупов На Всяком Месте Будут Бросать Их Молча Не Буду Более Оказывать Долготерпение На Выставнение Приведу Подречение Огонь Вражеский Коснется И Храма Моего Словами же Восплачутся Стропов Их Храма Выразил Плач Умерщвляемых Внутри Храма И трес Горящих Деревьев И это Многие Падут Во всяком Месте Значит Что Будет Великое Молчание И Безмолвие В городах На Путях И Селах По Недостатку Обитателей Посему Обратите На Это Внимание Вы Которые Утесняете Живущих В убожестве И нищете Вы Считываете Новомесяч И субботы Собираете Беззаконные Прибытки Употребляете Неправильные Весы И меры Разными Способами Порабощаете Себе Ниши И обогащаетесь Всяким Родом Купли Клялся Господь Слава Иякова Поистине Вовеки Не забуду Ни одного Из дел Их Не поколеблется Ли от этого Земля И не восплачет Ли каждый Живущий На ней Взволнуется Вся она Как река И будет Подниматься И опускаться Как река Египетская Называет Обиды Какие Снадменностью Делали Бедным Сказал же Пророк Клянется Господь Показывая Нелживость Извлекаемого Не буду Уже Говорит Бог Как бы Некоему Забвению Придавать Беззаконие Вашего Но Все Землю Так Сказать Подвигну На вас Взявшие Вас В плен Отведут В раб Своставив Землю Вашу В запустении Ибо Сие Дало Разуметь Сказав Поднимется Как река Египетская Тогда Томящимся В бедствиях Покажется Что Солнце Среди Дня Приложилось Во тьму Произведу Произведу Закат Солнца В полдень Обращу Землю Среди Светлого Дня И Обращу Праздники Ваши Светования И Все Песни Ваши В плач И Возвожу На все Ресла Вретящие Плеш На Всякую Голову И Прилож В стране Плач Как О Единственном Сыне И Конец Ее Будет Как Горький День Все Будут Иметь Печальный Вид Ослившие Благолепие Волосы Надевшие На себя Вретящие Уподобятся Оплакивающим Смерть Единородного Сына А сверх Всего Нашлю Голод И скудость Не плодов И воды Но пророчества И божественного Учения Будут Скитаться Подобно Водом Устремляясь Туда И Сюда Блуждаясь С места На Место Вот Наступают Дни Говорит Господь Бог Когда Я Пошлю На землю Голод Не Голод Хлеба Не Жажду Воды Но Жажду Слышания Слов Господних И Будут Ходить От Моря До Моря И Скитаться От Севера К Востоку Ища Слова Господне И Не Найдут Его Не Получат Желаемого Но Величающиеся Ныне Своим Убранством Девы И Воспитанные С ними Юноши Томимые Жаждой Преданы Будут Смерти В тот День Истаивать Будут От Жажды Красивые Девы Юноши Которые Клянутся Грехом Самарийским И Говорят Жив Бог Твой Дан И Жив Путь Версавию Они Падут И Уже Не Встанут Данные Версавия Были Пределами Земли Израильской В Дании Раван Первый Поставил Требища А Версавия Есть Клятвенный Кладезь О Котором Говорил Пророк И Выше И Там Поклонялись Идолам Глава Девятая Амоса После Сего Пророк Сказал Видел Я Господа Стоящим Над Жертвенником И он Сказал Ударь В притолок Над воротами Чтоб Потряслись Косяки И обруших На голову Всех Их Остальных Же Из них Я Поражу Мечом Не Убежит У них Никто Бегущий Не Спасется Из них Никто Желающий Спастись Повелел Поразить Очистилище Таким Ударом От Которого Поколебались Самые Преддверия Означает За Этим Что Царь Вавилонский Преодолеет Их По Божьей Велению А не Своей Собственной Силою Это Видел И Блаженная Изекииль Ибо И там Невидимые Силы Прияли Повеление Секирами Пройти По всему Городу И стечь Всех Кроме Имеющих На себе Знамения Изекииля 9 Тоже Повелевал Бог И Здесь И Означая Этим Внезапную Смерть Присовокупил Остальных Жизних Я поражу Мечом Не убежит Никто Из них Если Вазит Снидут Продолжал Господь И оттуда Из ада Извлеку Их Рукою Если И на Небо Зайдут Что Невозможно И оттуда Низведя Придам Их Врагам Если И на Кормил Убегут И там Удобно Возьму Их А если Покусятся Погрузиться В самую Глубину Море Истребить Их Там Повелюсь Зверям Если Отважатся Добровольно Предаться Врагам И в таком Случае Не получат От них Пощады Шестой Стих Четвертый И если Пойдут В плен Впереди Врагов Своих Повелю Мечу И там Убить Их Обращу На них Очи Мои На беду Им Ани Во благо Я Бог И владыка Всех Одним Прикосновением Привожу В колебании Земли И заставляю Тем Плакать Обитающих На ней Он Он В горне В горне Чертоги Свои На небесах И свод Свои Твердил На земле Призывает Воды Морские И изливает Их По лицу Земли Господь Имя Ему Подобно Дела Всемогущества Чтоб Подтвердить Всем Угрозы Не Таковы Ли Как Сыны Эфиопляны Вы Для Меня Сыны Израилевы Говорит Господь Я Ли В Израиле Из Земли Египетско Эфилистимлян Из Кавтора И Арамлян Из Кира Будучи Одинаковой Природой С Эфиоплянами И С Прочими Людьми Подоблены Вы Были Большего Более Всех Промышления И Указывая На Это Присовокупил Деяль Вы Из Из Земли Египетской Переселялись И Другие Оставив Прежнее Отечество Переходили В другое Например Сириане Филистимляне Но Не Одинаково С Вами Ибо Об Их Переселении Никто Не Знал И О Вашем Со Славою Говорит Всякие Из Людей Они Переселившись Живут С Другими Народами Управляя С Их Законами А Вы Преодолев Жителей Всех И Истребив До Конца Стали Владельцами Земли Которую Они Занимали Потому Что Вы Пользовались Моей Помощью Вот У Господа Бога На Грешное Царство Я Истреблю Его С Лица Земли Но Дом Якова Не Совсем Истреблю Говорит Господь И Тех Которые Совершают Тысячи Беззаконий Не Придам Конечной Гибели Но Рассею Их Теперь В Пленении Как Земледелец Отделю Плево От Пшеницы И Достойных Спасения Сохраню А Прочих Которые Не Восхотели Поверить Словам Моим И Надеялись Избежать Исполнение Угроз Моих Придам На Заклания В тот День Я Восстановлю Скиню Давида Упадшую Заделая Трещины В ней И Разрушенные Восстановлю И Устрою Ее Как В Дни Древние Чтобы Они Овладели Остатком Едома И Всеми Народами Между Которыми Возвеститься Имя Мое Говорит Господь Творящий Все Сие Это Разумели Иные Азаровавели Думая Что Относятся К нему Как Ведущему Род Свой От Давида Но Не Хотели Они Принять Во Внимание Что Зарававель После Недолговременного Правления Кончил Жизнь А Пророчество Содержит В себе Обетование Вечных Блат И Богопознание У всех Народов Что Как Находим Немало Не Сходствует С Бывшим При Зарававеле Господь Наш Иисус Христос Ведя Род Свой По Плоти От Давида Исполнил Обетованное Изречение Давиду Потому Что Слово Стало Плоти И Обитало С нами Восприявно Себя Скинию От Давида Посему Пророческое Слово Справедливо Сказует Что Давиду Возграждена Будет Скиния Не на Малое Время Но на Все Дни Века Ибо Таковые Обетования Даны Были Богом Всячески Блаженному Давиду Положу Век Века Семя Его И Престол Его Как Дни Неба 88 30 Еще До Века Уготовлю Семя Твое И Созизу В род И Род Престол Твой Это Обетование Возобновляет Господь Сяческих И устами Блаженного Амоса Обещает И Язычникам Дар Боговедения Ибо Говорит По Вознаграждению Давиду Войске Не Взычат Меня Оставшиеся Человеки И Все Народы Которых Призывается Имя Мое Римлянам 8 29 И Пророк Доказывая Нелживость Сказанного Присовокупил Говорит Господь Творящий Все Сие Предсказал Слависасий Не Тот Кто Творит Самые Дела Но Поскольку Не Все Могли Внимать Духовным Обетованиям Тот По Необходимости Обещает Дарование Благ Чувственных И Предсказывает Такое Обилие Тех Что До Собирания Винограда Продлится Жатва По Такому Множеству Как Вероятно Земных Плодов Что Земледельцы Не Успеют Жинать И Молотить Рукояти Да И Во Время Посева Говорит Пророк Вкусит Зрелые Грозы И Горы Дадут Всякого Рода Плоды Древесные Ни Один Холм Не Останется Не Покрыт Растениями Народ Же Освобожденный Из Плена Вновь Построят Разоренные Города И Обитая В них Небоязненно Будет Возделывать Землю И Насаждая И Сея Собирая Это Выразил Пророк Сказав И Во Двори Их На Земле Их И Они Не Будут Более Исторгаем Из Земли Своей Которую Я Дал Им Говорит Господь Бог Твой Должно Знать Что Господь Всяческих Нередко Обещает Благо Но Приемлющие Обетования Возлюбив Беззаконие Препятствует Исполнении Этих Обетований А Иногда Бывает Что Бог Угрожает Тяжкими Бедствиями И Услышавшие Угрозы Эти За Беззаконие Своё Применившись От Страха Угроз Не Испытывает На Себе Скорбей Так И Идея С Неистовством Восстав Против Пришедшего Владыки Сами Себя Лишили Благих Обетований Но О Если Бы Нам По Молитам Святых Пророков И Апостолов Управ Жизнь Свои По Божественным Законам И Покаянием Очистившись От Греховной Скверны Не Испытать На Себе Ничего Скорбного Улучить Заобетованное Благо По Благодати Спасителя Христа Котором Слава Отцу Со Святым Духом Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Толкование На Пророка Авдия Содержание И Думе И Ведя Рода Тесава От Которого Получили Себе Имя Исав Первородство Предпостячи Севису Назван Зато И Домом Стали Наследниками Не Прозвание Только Но Из Злопамятности Своего Праутца Как Он Весьма Долго Питал Себе На Яков Постоянный Гнев Даже Прямо Говорил Вот Отца Моего Я Убил Брата Моего Бытие 27 41 Так И Думе Повсегдашние Ненависти К потомкам Якова Употребляли Против них Тысячи Козней И Когда Освободившись От Египетского Рафа Под Предводительством И управлением Великого Моисея Намеревались Израильтяне Войти В обитованную Землю И Думе Не Только Не Приняли И Дружелюбно Но Не Дозволили им Даже Пройти Через Страну Свою Хотя Великий Моисей Сильно Просил О том Через Послов И давал Обещание Что Не уклонится Ни Налево Ни Направо Но Пойдут Пойдут Путем Царским И Заводы Сколько Ее Потребуется Дадут Цену Числа 20 17 Да И После Чего Часто Обнаруживали Неприязненность Свою То Одни Ополчаясь На Израильтян То Охотно Присоединяясь К врагам Их И Когда Сирияне Вавилоняне Делали На них Нашествие И Думе Причиняли Им Тысячи Зол Не Только Перехватывая Покушающихся Спастись Бегством И Одних Умерщляя А других Выдавая Врагам Поэтому Топравдивый Судья Чудного Авдея Испомнив Пророческого Дарования Предвозвещая Бедствия Какие Постигнут Идумеев А мы Приведя В известность Главное Содержание Пророчества Приступим Скажем так С Богом К уяснению Смысла И Самых Изречений Глава Первая Ведение Авдея То есть Вот Бывшая Авдея От Бога Откровение Так Говорит Господь Бог Об Эдоме Весть Услышали Мы От Господа И посол Послан Объявить Народом Вставайте И выступим Против него Войною Не Человеческим Водясь Помыслом Говорит Пророк Изрекаю Словасии Но Бог Всячески Как бы В некое Орудие Употребив Язык Мой Возвещает Идумею Будущее И Показывая Каково Возвещаемое Присовокупляет Посол Послан Объявить Народом То есть Весть Означает За этим Пророк Что Сам Господь Созывает Врагов На Идумею Ибо Присовокупляет Встаньте Встаньте И Выступим Против него Войною Как Военачальник Какой Собирает Против них Воинство Показывает Тем Что Сам Попускает Терпеть Им Это Вот Я Сделал Тебя Малым Международами И Ты В большом Презрении И Показывает Причину И Продолжает Гордость Сердца Твоего Обольстила Тебя Ты Живешь В рассельных Скал На Возвышенном Месте И Говоришь Сердце Твоем Кто Незримет Меня На Землю Потом Открывает Побуждение К Сему Призорству Живет В Расселенных Скал И Думея Остенена Была Весьма Возвышенными Вершинами Гор Заняв их При нашествии Врагов Многократно Спасались И Думея От Сильных Нападений И Так Говорит Бог Поскольку Надеясь На Эти Высоты Надмеваешься Высоко О Себе Думаешь Как Недоступны То Просоделая Тебя Удобо Уловим И Доступны Для Врагов Не Избегнешь Вражеских Рук Хотя Подобно Орлу Вознесешься Превыстренно Превыше Самых Облаков Направишь Полет Тво И Жилище Твое Будет У Самых Звезд И Давай Узнать Какой Конечной Гибели Предан Будет Народ Сей Пророк Присовокупляет Но Хотя бы Ты Как Орел Поднялся Высоко И Среди Звезд Устроил Гнездо Твое То И Оттуда Я Не Зрю На Тебя Говорит Господь Не Вороды Приходили К Тебе Не Ночные Или Грабители Что Ты Так Разорен Но Они Украли Бо Столько Сколько Надобно Им Если Б Проникли К Тебе Обиратели Винограда То И Они Разве Не Оставили Несколько Ягод Как Обобрано Все И Сало И Обысканы Тайники Его Воры Взяв Что Попадется Им Под руки Уходят Боясь Обыскивать Весь Дом И Обираясь Виноград Ленятся Тщательно Осмотреть Каждую Лозу А потому Собрав Большие Грозы На Многих Ветвях Оставляет Немало Ягод А Тебя Так Обысчит Враги Что И Сокрытое В потаенных До границы Выпроводят Тебя Все Союзники Твои Обманут Тебя Одолеют Тебя Живущие С Тобой В мире Идущие Хлеб Твой Нанесут Тебе Удар Нет В нем Смысла Присоединяться К врагам Говорит Пророк И те Которые Вчера И за день Расположены Были К тебе Дружелюбно И которых Имел Ты Своими Союзниками И С поборниками Ибо Это Выразил Недавно развивавшие с тобой трапезы Первовавшие И сгонит тебя не только из городов Но и из самых пределов страны И открыто ведя с тобой войну И тайно готовит тебе засады А причиной этих для тебя бедствий Твое неразумие Это и выразил Пророк Сказав Нет В нем Смысла Не в тот ли день это будет говорить Господь Когда я истреблю мудрых ведомий Благоразумных на горе Исава Поражены будут страхом Храбрецы твои Ефиман Дабы все на горе Исава Истреблены Были убийством Всех Придам Конечной гибели Гордящихся Мужицем И величающейся Мудрости И подчиненных Им И Показывая Правдивость Определения Продолжает Пророк За притеснение Брата твоего Иакова Покроет Тебя Стыд И ты Истреблен Будешь Навсегда Описываешь Одиноплеменникам Ведущим Род от Авраама После того Как сделали вы это С народом Родственным Не остается Никакого Предлога К извинению Потому что Поправ законы Родства Помогали вы Чужим И воевали Своими Ибо И ты И ты Говорит Пророк Был Как Один От Них Выразается Это Так Посвойственной Пророкам Своеобразность Не потому Что Это Было Уже Но Предсказывая Будущее И это Видно Из Последующих Слов Не Следовало Б Тебе Злорадно Смотреть На День Брата Твоего На День Отчуждения Его Не Следовало Б Радовать О Сынах Иуды В день Гибели Расширять Род В день Бедствия У Иных В обычае Говорит Презрел Человека То есть Равнодушный И даже С радостью Оставил Его Бороться С Несчастьем Это Объясняется И последующими Словами Да Не Порадуешься Сынах Иудина В день Погибели Их Ведя Бедствие Невысокоумствуй Как Оставшееся Не Изведавшим На Себе Тех же Бедствий Не Не следовало тебе Входить В ворота Народа Моего В день Несчастья Его И даже Смотреть На Злополучие Его В день Погибели Его Не касаться Имущества Его В день Бедствия Его Не Входи С врагами Расхищающими Город Родственного С тобой Народа Не Радуйся Подобно Чужим Что Терпят Они Наказание Постигшего Их Наказание Не Увеличивай Своим Нападением На Них Не Стоять На Перекрестках Для Убивания Бежавших Его Не Выдавать Уселевших Из Него В день Бедствия Не Подстерегая Их Ставя Засады На Путях Чтобы Не Находили Себе Спасения Их Бегстве Но Попадали В Расставленные Тобой Сети И Передаваемы Были В руки Неприязненных Кто Достойно Восхвалят Несказанной Благость Праведного Судьи Который В точности Зная Что Не Поверят Пророческим Словам Присоединил И настоящую Угрозу Чтобы Части Устрашив А Части Привлекших Себе Смягчить Зверонравных Ибо Пророк Присовокупляет Ибо Близок День Господень На Все Народы Как Ты Поступал Так Поступлено Будет И с Тобою Воздаяние Твое Обратится На Голову Твою Все Предающиеся Беззаконии Народы Подвергнут Наказанию Наложу Наказание И на Тебя Которой Не Хочешь Покориться Справедливому Попадешь Наказанию Пожнешь Плоды Того Что Посеял Ибо Как Вы Пили На Святой Горе Моей Так Все Народы Всегда Будут Пить Будут Пить Проглотят И Будут Как Бы Их Не Бы Как Тебя Подвергнут Наказанию За Учиненное Тобой На Местах Мне Посвященных Так Участвовавших С Тобой В том же Беззаконии Народы Понесут Набежащие Наказания И Вот И Тием Вина Назвал Пророк Наказание И Этому Ясно Научает Нас Блаженная Иеремия Которому Павилено Было Взять Чаши Напоить Все Народы 25 15 Нетрудно Дознать Ее Из Многих Других Мест Писания Но Вы И Думе Будете Наказаны За Зло Какое Сделали Братьям А На горе Сионе Будет Спасение И Будет Она Святыней И Дом Якова Получит Во владение Наследство Свое Потому Что Иудея Соделавшихся Пленниками Возвращу И Восставлю Святой Храм А Вместе Предвещает Пророк И Спасение Всех Человекам Совершенное Сионе И На Целую Вселенную Излившееся Оттуда Священие Спасительным Крестом По Возвращении Жидам Столько Крепостей Силы И Ты Такого Множества Увеличив Число Их Что Владеет И Ваши И Других Сопредельных Вам Народом Землею И Дом Якова Будет Огнем И Дом Иосифа Пламенем А Дом Исава В Соломою Зажгут Его И Стребят Его И Никого Не Останется Из Дома Исава Ибо Господь Сказал Это Такое Приведенное Будет Бессилие Что Подобно Огни Ист Ребята Не Вас А И 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 Неоднократно Именовал Бог Десять Колен И 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 Исаков назван огнем, а Иосиф пламенем. Слова же сие означают крепость и силу. То хотели они этим сказать, что у Идумеев не останется никакой силы. И завладеют те, которые к югу горою Исава, которые в долине сели с темлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И это три толковника перевели согласно словам юг. Ибо словом нагев на еврейском языке называется юг. Почему пророк скажет, что обитающие к югу от Иерусалима, то есть народы сопредельные с Идумеями, как бы по наследству возьмут себе землю Идумейскому, которая в Сефиле, это соседи филистимлян, завладеет страной, которая ныне во владении у филистимлян. Все же освободившиеся из плена будут сообща владеть и горою Ифремова, и прилежащую равниной, и жребием Вениамина, и всею Галлатидаю. Пределами владения будут древние пределы земли Ханаанской. Так что крайним пределом земли, обладаемой Израилем, сделается Сарепта. Иерусалим обладать будет и городом Ефрафа, и другими городами, лежащими гораздо южнее. Ибо сие выразил пророк, сказав, и переселенные из войска, переселенные из войска сынов Израилевых, завладеют землей Хананейской, Досарепты. А переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. Даже этим не удовольствуется, но Егору и Савву обратят собственность свою, предводимые царем Богом, и ему предав самих себя. Должно же знать, что с концом пророчества Сиоси согласен конец пророчества блаженного Изекииля. Ибо и там Изекииль предначертвовал разделение земли, предвозвещает возвращение народа Божия, и по возвращении данную народу Богом силу и крепость. О, если бы и нам сподобиться этой силой крепости от великодоровитого Бога! Сподобимся же, если не будем подражать и Савву, и его потомкам. Но по апостольскому законоположению научимся радоваться с радующимися и плакать с плачущими, и пожелаем так же того друг другу мудрствовать. Ибо таким житием, служа Господу всяческих, насладимся даром Его по благодати Спасителя нашего Иисуса Христа, с Которым слава Отцу со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Толкование на пророка Иону. Содержание. 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 9.8. Потому что Бог как бы стражем и пророком поставил народ всей к пользе и спасению других народов. Так и Египет через них дознал неизреченную силу Бога всяческих. Молва же о гибели египтян, распространившаяся у всех людей, всех заставила удивлять о правдивости Божья промысла. 10.8. Отсюда Раав, блудница, заимствовав луч боговедения, сказала соглядателям, напал страх ваш и трепет ваш на нас. Слышали мы, что Господь иссушил море черное перед лесом вашим и перевел вас, ибо Господь Бог ваш, Бог на небесах вверху и на земле внизу. Иисус Новин 2.9. 11. И по прошествии многих лет филистемляне, увидев кивот, со страхом и ужасом взывали этот Бог, побивший Египет. 12.1. И многие тьмы сириян, поразив под стенами Иерусалима и принудився на Херима бежать с малым числом, могущество свое соделал Бог явным для всех людей. 13.1. И Вавилония, отданного львам Даниила, сохранив неюредимым, и тот же истокий пламень печи притворив в росу, так что блаженные отроки среди ее составляли лик и сложили песнь, как гордого царя привел в изумление, так через него научил и подданных его, что Бог Израилев есть Бог единый. 14.1. И при Кире Персидском, преславно возвратив народ свой в Отечество, им одним из всех бывших пленниками даровал освобождение от рабства, восстановил храм свой, и приведя Иерусалим в прежнее благосостояние, тем самым не только для близких народов, но и для живущих вдали, снова соделал явным, что он един, довольный и имеет силы, чтобы промышлять о ком ему угодно и управлять всеми. 15.1. Неоднократно и при Македоньянах являл могущество свое и через пророков творя чудеса, и, предсказывая будущее, многих из изыскников привел к истине. 16.1. Так великого Елисея боялся народ сирийский, то помраченное от него облаком невидение, то увидевшее очищение Нейманах, ибо столько честного всего пророка, что царь, впав в недуг, к нему послала Заилова просить выздороветь ли он. 17.1. И самого Заила Пророксии помазал царя сирияном, да и божественной Еремии такой чести сподобил царь Вавилонский, что самому ему представил избрать место пребывания. 18.1. Всех прочих и царей, и князей отвел пленниками, одному же Еремии дал право жить где хочет. 18.1. Так и блаженного Иону Бог всяческих поставил пророкам для неневитян, а Неневия в древности была весьма великим городом и столицей царя ассирийского. 19.1. Поскольку единородное Божие Слово имело явиться людям в естестве человеческом и просветить все народы светом боговедения, 20.1. То прежде своего вочеловечения показывает язычникам божественное свое промышление, чтобы предшествовавшим подтвердить будущее и всех научить, что не иудеев только он Бог, но и язычников, и чтобы показать родство Нового и Ветхого Завета. 20.1. А если бы до вочеловечения об язычниках не имел никакого промышления, то иудеи пошли бы его иным Богом, как поступающий вопреки давшему закон, потому что Бог, давший закон, имел попечение только об иудеях, а он прилагает попечение свое о всех людях. 21.1. В это заблуждение впал мерзкий Маркион, утверждавший, что иной есть Бог Нового и иной Ветхого Завета, хотя и в Ветхом Завете видел промышление Божие о всех людях. 22.1. Но чтобы не продолжить Слово сверхмеры, приступим к самому истолтованию пророка. 22.1. И было Слово Господне к Ионе, сыну Амафия. 23.1. Блаженный Иона изрек и другие пророчества, но не содержатся он и в всей книге. 24.1. Знаем же о них из четвертой книги Царств, ибо об Иаравааме, который был третьим от Иуэ, царствовал надесятью коленами. 24.1. Писание объявляет следующее. 25.1. Тот превратил пределы Израиля от входа Имафова даже до моря Западного по слову Господа Бога Израилева, который говорил рукой у раба своего Ионы, сына Амафиина, пророка, который от Гефхафера. 24.1. А это же имя Отцу Ионы находим в пророчестве его. 25.1. Ему-то Бог всячески повелел идти в город Неневию и возвести к нивитянам за великое и беззаконие грядущую на них пагубу. 26.1. Сказано «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». 27.1. То есть, совратились они в великие пороки, так что превзошли пределы долготерпения. 28.1. Но пророк, выслушав слова сии, послушаний предпочел бегство и отважился бежать в фарсис. 29.1. А фарсис же, иные по созвучии названий заключали, что это Тарф, а иные утверждали, что так наименована Индия, не захотев вникнуть, что царство Астерийское сопредельно индийскому, 29.1. Обычно же бегущим от стран восточных идти на запад и удаляющимся от стран южных поспешать на север. 29.1. Притом же Иона пришел в Иопию, приморский город в Палестине, чтобы оттуда плыть морем. 30.1. А Иопия находится при море, лежащем к западу. 31. И этим морем невозможно на корабле пройти в Индию, потому что между всем нашим морем и морем индийским лежит обширная твердая земля, 30.1. Частью обитаемая, частью же совершенно пустынная. 31. На ней много весьма высоких гор, и за этими горами тот залив Черного моря, с которым соединяется Индийское море. 31. Но чтобы не подумал кто будто бы своими рассуждениями извращаем истину, приведу Священное Писание свидетелям в том, что Фарсис есть Кархидон, первенствующий город Африки. 32. Ибо у пророка Исаии, где в 70-ти сказано, плачьтесь, корабли кархидонские, ибо погибла твердыня ваша, Исаии 23.14. 33. Акила, Симах и Фиаза Акион вместо Кархидона поставили Фарсис, потому что имя это считается в еврейском подлиннике. 34. Так, когда и божественный язык Иер делает упоминание о кархидонянах, и в еврейском и сирском находим Фарсис, руководствуясь за этим утверждаем, что блаженный Иона предпринял бегство не в Индии, но в Кархидон. 35. Решился же на то, потому что хотя, как пророк и знал, что Бог всяческих присущ повсюду, и ни одно место не лишено его промышления, 36. Однако же предполагал, что и являет он свое присутствие в одном только Иерусалиме. 37. Причиной же бегства сего были и ни леность, ни страх, а напротив того знал он, какие источники милосердия изливая, правит всем повелевшие ему проповедует. 38. Известно ему также было, что если не векяне прибегнут к покаянию, то, несомненно, сподобится Божие человеколюбие. 39. А посему почел неприличным и пророчеству оказаться ложным, а ему вместо пророка наименоваться ложецом. 39. А к всему предположению подавала ему мысль самая проповедь об угрожающем наказании. 40. Ему представлялось, что Бог, если бы угодно было ему наказать, не предвозвещал бы о том, угрозным же наказанием, конечно, есть побуждение к покаянию. 41. Сверх того предполагал он, что благопокорности и неретян, поверивших человеку неизвестному и иноплеменному, послужит к обвинению иудеев, которые тьмоочисленным и иноплеменным пророкам, подтверждающим пророчество чудотворениями, постоянно пребывают непослушными и не получают от них никакой пользы. 42. Поэтому тот пророк не исполнил немедленно повеление, но предался бегству морем, думая, что весьма скоро избавится от такого служения. 43. Дал же и плату за переезд морем, чтобы взыскание за него плату не могло задержать его. 44. Но творец земли, моря и небес воздвигает на корабль бурю, облагает его узами волн. 45. И когда все другие корабли неслись попутными ветрами, около этого одного была на море буря и кипело волнение. 45. И это ясно открывает нам брошенный плосами жребий, потому что если бы это была общая для всех буря, то не вознамерились бы жребием дознать причину бури. 46. Но поскольку видели, что другие корабли безбедно рассекают морской хребет, а их корабль не может устоять от преволнения, 47. Сперва обратились к молитвам, и каждый умолял Бога, какого признавал. 47. Не находя же и в этом никакого пособия к спасению, будет одержим его сном Иону. 48. А он, уязвляемый совестью, пораженный печалью, не вынося пронзающих его помыслов, придумал искать себе утешение во сне. 49. И при таком смятении на корабле, когда от вне приражались волны, а внутри плосы были в тревоге, и он, а не просто предавался легкому сну, 50. Но погружен был в сон глубокий, и, как сам извещает в Писании своем, храпляша, 50. Пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? 50. Встань, воззови к Богу своему, может быть, Бог помнит о нас, и мы не погибнем. 51. Кормчий, разбудив пророка, сперва понуждает его принести молитву Богу своему, не зная того, что бегство лишило его такого дерзновения. 52. Поскольку же бедствие немало не прекращалось, то по жребию могли дознать, что причиной бури, как вероятно, зная, потому что имели естественное видение, 53. Что согрешающих ожидает и взыскание, и за каждое преступление бывает достойным образом наказанным. 54. Когда же жребий стал обвинителем пророка и свидетелем на него, изводится он на судилище. 55. Пловцы исполняют должность судей и требуют у его наотчета в прежней его жизни, ибо говорят, 56. Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? 57. Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа? 58. Так со всей точностью допрашивали Иону, желая в полной мере доведаться, какая причина бури. 59. Поэтому-то приказывают сказать не только откуда пустился в путь и куда идет, но и от какого народа ведет роду свой, 60. Чтобы по общим обычаям народа сего составить понятие о жизни человека. 61. Почему в ответ на это блаженный Ионас сказал, 61. Я, еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. 62. Чудный подлинно пророк и достойный всяких похвал. 63. Даже ожидая себе смертного приговора, делается он проповедником всемогущества Бога всяческих, 63. Называя его творцом и владыкой всех. 63. Поскольку большая часть тогдашних людей служили идолам, а создателя всех не ведали, 64. То блаженный пророк по необходимости открывает его неведущим. 64. Но он признается и в том, что было для него поводом к бегству. 65. А именно, что водя с неразумием, почем ли себя возможен бежать от того, 65. О, ком знает, что он владыка и творец не только земли и моря, но и небес. 66. И устрашились люди страха великий. 67. Мы сказали ему, для чего ты это сделал? 67. Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. 68. Как же ты, говорят они, зная это и будучи поставлен других учить, 69. Решился бежать от всевестиведущего Бога вездесущего? 69. Столько-то стыда не повиноваться Богу. 69. И пророк и учитель других слышат укоризненный приговор от погруженных в невежество. 69. Однако же и слышав сказанные пророком слова, сказанные «Зелай винов, строгий выговор!» 70. Изъявив свое негодование, не решаются пловцы произнести смертный приговор, 70. Но ждут, чтобы сам он, как пророк, объявил, что им делать. 71. Ибо говорят, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? 72. Ибо море не переставало волноваться, ибо буря стала еще сильнее после жребия. 73. Тогда, наконец, боженный пророк, познав гнев Божий, сам себя осуждает на смерть. 74. Ибо говорит, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. 75. Даже эти слова, услышав, пловцы не вдруг исполнили повеление, но медлили, ожидая, не уменьшится ли сколько-нибудь опасность, и с помощью весел пытались достигнуть берега. 76. Но как свирепость моря препятствовала сделать это, сперва в молитве и спросив себе помилования, предают, наконец, иону морю. 76. Ибо говорят, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вмеешь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. 77. И ясно дознав, что приговор на него извлечен самим Богом, умоляют не подвергать наказанию исполняющих сей приговор, ибо говорят, не наведи на нас кровь праведника, то есть да не будем мы наказаны, Владыка, за кровь неповинную. 78. Таким образом, хотя и леглись воздымающиеся волны, как скоро пророк отдан был морю, однако же самовидцы всего этого еще больший страх ощутили в душах своих, а потому по возвращении принесли жертвы Богу и уверовали, что Он единый владыка всех. 79. Глава 2 Иона А Иону, по мановению Божию, это и выразил пророк словом, повелел Господь, поглотил кит великий, никакого вреда не сделав ему зубами. 80. И китова чрева три дня, и столько же ночей служила обителью пророку, а сила чрева, притворять, вмещаемая в нем, остановлена была в своем действии. 80. Пророк же пользовался таким удобством, что мог и молитву приносить Богу, ибо, говорит, 81. И сказал, Господу воздвал я в скорби моей, и Он услышал меня, и чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. 81. Я, думавший прежде, говорит Иона, что в Иерусалиме только является Бог пророком. 81. Присущим Его нашел и в китовом чреве, и принесший молитву воспользовался Его человеколюбием. 81. Чревом же адовым назвал Он китово чрева, потому что и зверь был смертоносен, и пророк по самому естеству дела был уже мертвец, оставался же еще в живых по единой благодати. 82. И при том, как образ Владыки Христа в сердце земли три дня и три ночи бывшего, справедливо говорит о себе Иона, что был он в чреве адовом. 83. И что всего удивительнее, действительно вкусивший смерть сказал о себе, что три дня и три ночи будет в утробе земли, а видевший над собой только сень смертную, китово чрево называет чревом адовым. 84. Ибо не во власти Иона была жизнь его, а у Владыки Христа и смерть была вольная, и воскресение в его же воле. 85. И потому в Евангелии то место, где ад и смерть наречено сердцем земли, а здесь чрево китово наименовано адом. 86. Услышал голос мой, говорит Иона, потому что без этого не продолжал бы я жить до ныне. 87. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. 87. Новое упоминание о сердце показывает, что и тень, уподобляясь действительности, реками же порог называет прирожение волн. 87. Я сказал отрюнуть я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. 87. Объятый чрезмерностью бедствий и прежде носимый поверх волн, а теперь как в узилище, заключенной в китовом череве, 88. Познал я, что оставлен без твоего о мне промышления, и потому терплю все это. 88. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня морской травой, и обвита была голова моя. 88. Окруженный самой бездной, находясь среди стольких вод, прихожу в сомнение и страшусь, не совершенно ли лишен я этого вожделенного для меня зрелища, видеть храм твой. 89. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Божий мой, изведешь душу мою из ада. 89. Вижу, что окружен я какими-то высокими горами, и отовсюду заключен какими-то несокрушимыми виреями. 90. А этим пророк дает разуметь не только огромность скита, но и неизбежность объявших его зов. 90. Вероятно же, разумеет и какие-либо горы, сокрытые в водах морских, о которых, ударяясь иногда, корабли сокрушаются, и которые хорошо известны мореходцам, почему стараются они избегать подводных этих скал. 91. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о тебе, о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. 91. Поскольку, находясь при самых вратах смерти, не могу я, говорит пророк, дать о себе место, себе забвению о тебе, владыка, то избави меня от этого искления, возврати меня к жизни, да снова буду приносить обычную молитву в посвященном тебе храме. 92. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердого своего. 93. Обучившиеся суетному и ложному, поверив жребию, без пощады, говорит Иона, предали меня морю. 94. А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасения. 95. Избавившись от отдержащих меня зол, принесу тебе спасительные жертвы и поведаю, как великость твоего благодеяния, так и наказание, постигшее меня за бегство. 95. И блаженный Иона, обещав это, исполнил и все предал Писанию, чтобы не только его современники, но и люди позднейших времен знали, что было с ним. 96. И как блаженный Давид описал собственный грех свой, и Божие человеколюбие тем проповедуя, и указывается грешающим в расчетство покаяния, 97. Так и чудный Иона предал историю и бегство свое, и наложено на него наказание, и даровано ему спасение. 97. А человеколюбивый владыка, вняв молитве, как бы из затвора какого, извел пророка из китого чрева. 98. Глава третья Иона Но Бог вскоре повелел Ионе сделать, о чем слышал он прежде, идти в онный великий город и провозвестить страшную угрозу. 98. Пророк же, дознав опытом, как пагубно противиться Богу, отправляется в путь, как повеленно ему, и приходит в Неневию. 99. И никто бы не любопытствует неразумно ни о том, как кит изверг из себя Иону, потому что Бог, Богу все возможно, что не угодно ему, 99. Ни о том, на какой берег изверг его, потому что и это крайне излишне, всякий же благочестивый пусть удовольствуется учением Духа. 99. И встал Иона, и пошел в Неневию по слову Господню. 99. Неневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. 99. Спасение градусего весьма немаловажно было для Бога, как создавшего в нем многих человеков. 99. Иные разумели об области подчиненной городу и простиравшейся в длину и ширину на три дня пути, а другие понимали так, что проповедующий в три дня мог обойти весь город. 99. Что примет то или другое, не повредит этой истине. 99. Но мне кажется более верным последнее разумение. Предпочесть же Иона и принуждает меня присовокупленное, ибо сказано, начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена». 99. И прямо пророк идет городом, но обходит торжища, улицы, переулки и проповедует, «Еще три дня, и Неневия будет разрушена». 99. Акила, Жасимах и Феодатион сказали сорок дней. 99. С ними согласны эсирский перевод и еврейский текст. 99. И число это имеет вероятность, потому что иначе тремя днями ограничится время, в которое Иона обошел весь город. 99. И Неневия, не принеся Богу многотрудное покаяние, сподобились от него спасения. 99. И пророк, сидя у городских ворот, ожидал исполнения пророчества. 99. Потому кажется мне, что вернее сорокадневный срок. 99. Вероятно же и семь месяцев, согласно с прочими переводчиками, поставили число 40, но первые переписники сделали погрешность в числе, потом уже так изданные все списки. 99. А Неневия не видит, что человек неизвестный, иноплеменный, проповедует нечто для них огорчительное, не только не оказали неудовольствия и не умертвили проповедника, 100. Но поверив предреченному, и богатые их боги облеклись во вретище, стали приносить молитвы Богу, ибо это сказал пророк. 100. И поверили Неневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. 100. Поскольку и сам царь слышал слово пророческое, то и он оставил злототкаванной, и дорогими камнями убранный престол. 100. Совлек с себя багреницу, как бесполезную, вместо за нее оделся во вретище, и повелел не только всем мужам и женам держать строгий пост, 100. Но даже и бессловесным животным не давать корма, чтобы когда-то мимо и голодом будут они иное мычать, иное бледь. 100. И каждый подожать свой голос, и люди пробивали горячие слезы, и тем отверзли источники Божьей милосердия. 100. Не только же употребив в помощь вретище и пост приносили моления Богу, но, чтобы покрыты были вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. 100. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отворотит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. 100. Таков закон истинного покаяния, сказано, уклонись от зла и сотвори благо. 100. Отстаньте от лукавствия вашего, научитесь делать добро. 100. Исайя 1.16 Поэтому и неевитяне, перестав творить прежние грехи, исправив нравы свои, сподобились Божьим благоволение. Ибо сказано, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог обетствия, которым сказал, что наведет на них, и не навел. 100. Ну и на пост призрел Бог, но на оставление худых дел, поэтому за их покаяние вознаграждает своим раскаянием, раскаясь не нам подобно, потому что Богу не бывает ныне то, а завтра иное угодно. 100. Напротив, того отменения угрозы нарек пророк раскаянием, ибо для того и угрожал Бог. 100. Намеревая же наказать, не произнес бы угрозы, но навожил бы самое наказание. 100. Поскольку же радуется только спасение, то угрожает скорбным, чтобы не довести до самой скорби. 100. А угрозу назвал злом не потому, что в самом естестве она зла. 100. Ибо как ей быть злой, когда ведет за собой прекращение зла и стяжание добродетели и правды? 100. Но Божественное Писание, употребляя именование у нас вошедшее в общее употребление, 100. Угрозу наказанием наименовало злом, потому что может оно тревожить и огорчить. 100. А пророк, увидел это Божье человеколюбие, умывает и скорбит, что предречение опровергается и оказывается ложным. 100. Потом молится Богу и объясняет причину своего бегства. Глава 4. Ионы. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. 100. И молился он Господу и сказал, «О, Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? 100. Потому я и побежал в фарфис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердий, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве. 100. Знал я это, видел я, что и Израилю оказывал ты великое долготерпение. 101. Потому и предался я бегству, потом преданный буре и киту, умолял тебя снова возвратить меня к жизни, но теперь прошу о противном. 101. И моли, Господи, возьми душу мою от меня, ибо выше мне умереть, нежели жить. 102. Предпочитаю смерть жизни в стыде. 103. Стыжусь же и прихожу в смущение, потому что столько людей называют меня лжецом. 103. Но благий владыка ответствует и говорит пророку, неужели это огорчило тебя так сильно? 104. Симос перевел это яснее, ибо сказал, по праву ли опечалился ты, а прочие переводчики выразили, хорошо ли сделал ты, что опечалился. 105. То есть рассмотри сам в себе, имеешь ли ты справедливые причины к унынию. 10. Здесь повелевает Бог пророку самого рассудка искать утешение в печали. 10. А в конце пророчества, как обличает его неблагоразумную скорбь, так показывает основательные причины своего определения. 11. И вышел ли он из города, и сел с восточной стороны города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. 11. Это было прежде, а пророк поместил после. 12. Ибо сказал о покаянии Невикин, заблагорассудивый в связи с тем сказать и о Божьем человеколюбии, и о своей происшествии от этого скорби. 12. А здесь говорит о том, что было в продолжении всего этого. 13. Именно, что после своей проповеди вышел он из города и во друзей в кущу, ждал исполнения предсказания. 14. А это явно было прежде его скорби, потому что по исполнению реча Навернее, увидев, что город ничего не потерпел, принес скорбную молитву свою Богу. 15. Впрочем, Бог ему уготавляет еще утешение и доставляет от раду какой-то тыквой, которая по воле Божьей немедленно из никвы, из земли выросла, широко раскинула ветви и дала от себя тень. 16. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. 17. Ион весьма обрадовался этому растению. 18. Не глаз Божий означает этим, а показано, что угодно стало Богу, и растение появилось. 19. Так и выше говорил, повелел Бог киту, сказуя этим, что не по голосу, не, но по повелению Божию совершилось это, 20. Потому что изволение называет пророк повелением. 21. Так блаженный Иона вместо скорби получил радость. 22. Но Бог садил в том, что предутром какой-то червь повредил корень тыквы, и по восхождению солнца она засохла. 23. И после этого лучи солнечного сильнее обыкновенного стали ударять в голову пророку. 24. Когда разошло солнце, навел Бог в знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, 25. Так что он из них мог, и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. 25. Пророк снова пришел в малодушие, и изъявлял желание лучше умереть, нежели жить. 26. Но пекущийся, огрешившийся, промышляющий о праведных, снова попросил пророка. 27. Уже ли он крайне кичалится о тыкве? 28. Когда же пророк сознался в этом и сказал, что предпочитает той горести смерть, 28. Говорит ему Бог, тебе самому предоставляю быть судьей, поэтому рассмотри. 29. Справедливо ли тебе скорбеть о тыкве, над которой ты немало не трудился, 29. Потому что не садил и не поливал ее. 30. Под утро она выросла, и на следующий день стала добычей червя и солнечного зноя. 31. А мне не оказать пощады такому городу, когда от меня получил он бытие, и живут в нем много народу. 31. В котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. 31. Поэтому, рассудив это, подивись человеколюбию, для которого есть основательные причины. 32. Сказанное же не познали правой руки от левой, иные принимали как выражение простоты неневитян. 32. Но мне кажется, что дается с ним разуметь в числе обитателей множества юных. 33. К этой мысли приводит нас самая цель, изреченного Богом. 34. Если не должно было бы, говорит Бог, принимать покаяние грешных, то надлежало бы, по крайней мере, 35. Возуметь сколько-нибудь жалости к столь многим тысячам людей, которые от по юности возраста не знают еще, что такое правая и что такое левая рука. 35. А сверх этого в городе было бесчислено множество и скота, который не подлежал никакому наказанию за грехи. 36. Поэтому-то Бог присовокупил слово как о скотах, так и о незрелом возрасте, потому что ни те, ни другие не подлежали законному наказанию за грехи. 37. Таков конец пророчества. 38. А мы прославим благого нашего владыку, который, не хотя смерти грешника, особо обратиться ему и живу быть, 39. Попускает иногда скорбеть святым мужам и против их желания, и им оказывает милость. 39. Так, когда великий Исаия удерживал дождь, Бог делается перед рабом, как бы неким ходатаем, говоря, иди явись Ахаву, и дам дождь на лицо земли. 39. Посему, пользуясь такой благо снисходительностью, покажем в себе расположение, соответственное благодеяниям, 40. И будем жить по божественным Его законам, чтобы упожать благое и возделенные их плоды. 40. По благодати Господа нашего Иисуса Христа, снижешь слава Отцу со Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 40. Толкование на пророка Мехея 41. Содержание 41. Приступая к пророчеству богомудрого Мехея, вспомнил я владычное слово, которое Господь изрек в Священном Евангелии, изображая испорченность и неблагодарность июдеев. 41. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. 42. Сколько раз я хотел собрать тя твоих, как киса собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. 43. Ибо многим и великим мужам даровав пророчественную благодать, поставил их врачами тяжких язву Израиля. 44. Одним из них был и блаженный Мехей, предрекший то же самое, что предречено было онами чудными мужами, Осию, Яилем и Амосом. 45. Он принадлежит и к одному с ними времени, хотя те предварили его несколько ночев пророчества в царство Неозия, а Михей, води царей иудейских, и Афама, Ахаза и Язеки, видел свои видения о Самарии и Иерусалиме. 46. В таких же царях пророчествовал и блаженный Осия, и владыка Бог устами многих предвозвещает одно и то же, чтобы болезнующие бесчувственности устыдились множество пророков, хотя поздно освободились от злочестий и порочной жизни. 47. Начинает же божественный Мехей пророчество свое так. 48. Глава 1. «Слушайте все народы, внимая земля и все, что наполняет ее! Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего!» 48. Поскольку сказал, что о Самарии и Иерусалиме были к нему словеса Бога всяческих, то справедливо собирает для слушания не народ, но народы. 49. Колено, разделенное на два царства, именует не народом, но народами. 50. И всех живущих на той земле убеждает внимать пророчеству, как свидетельству самого владыки Бога, ведающего и вещающего из божественного храма. 51. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним. 51. Долины распадутся, как воск от огня, как воды, ищиеся с крутизны. 52. Из божественного писания научаемся, что Бог всяческих не ограничивается местом, потому что бесплотен, неописан, носит всяческое глаголом силы своей. 53. Но поскольку в Иерусалиме являл он присутствие свое, то храм справедливо называется местом его. 54. Так и через великого Моисея его законяет. 54. Невозможешь приности пасху ни в одном из городов твоих, но только на месте, которое изберет Господь Бог твой. 55. От этого по места, говорит пророк, исходит Бог, наступает на высоты, колеблит пришествием своим горы. 56. И юдоли растопляют, как воск, тающий от приближающегося огня. 57. Это и буквально исполняется, когда угодно бывает Богу, если понимать иносказательно, содержит также в себе истину. 58. Потому что колебленными горами пророк называет тех, которые высоко думают о своем владычестве и впадают в бедствие. 58. А тащенные юдолями подвластных, которые, подобно юдолям, лежащим при подошве гор, живут под властью владычествующих. 59. И Бог, подобно воде, вшему несущийся по склону горы, наводит наказание на достойных того, и, показывая тому причину, пророк продолжает. 60. Все это за нечестие Якова, за грех дома Израилева. 61. От кого нечестие Якова? Не от Самарии ли? 62. Кто устроил высоты в Евдее? Не Иерусалим ли? 63. Потом, показывая, в чем состоит нечестие и грех, излагает обличение в виде вопросов и ответов. 63. Одни Самарию наполнили идолами, а другие, живя в Иерусалиме, обучаемые в храме божественному закону, проводили жизни с беззаконией. 64. Должен же обратить внимание на то, что наименованных выше домов Израилевым домом пророк среди несколько слов назвал домом Иудином. 65. И как десять колен назвал домом Иакову, употребив именование естественное, так духовное именование Израилем присвоил колену Иудину, потому что, имея у себя храм Божий, оно имело и многих благочестивых. 66. Зато, сделая Самарию грудой развален в поле, местом для разведения винограда, не жрин у долины камни ее и обнажу основание ее. 66. Самария предана будет такому запустению, что и камни ее сделаются ни к чему не годными, и совершенно исчезнут. 67. Вместо площадей и улиц и домов займут виноградные сады, и стражи виноградников поставят в ней свои кущи, а капища идолов разорены будут до основания. 68. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они будут обращены. 69. Поскольку Самария, оставив меня, предпочла служение идолам, и как бы некую мзду воздаяния идолам воздвигла алтари и капища, и взяла мною распоприношение, то вместе с ней и это все предам врагам. 70. В этом обвиняет Бог Самарии, и устанет пророка и языки Иля, ибо говорит, противное тому, что делает все подобные тебе жены, было с тобою, всякая блудница дает плату, а ты давала блудящим с тобой, языки Иля 16.33. 71. Вероятно же, пророк подразумевает тех блудных жен, которые, собирая мзду за непотребство, начатки этого приносили нечистому демону, ибо и до ныне отваживается делать это иные. 72. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. 73. Чрезмерность же плача произведет чрезмерную степень страдания. 74. Потому что болезнь на поражение ее дошла до Неуда, достигла даже до ворот народа моего до Иерусалима. 75. Этим предозначает пророк нашествие царей ассирийских Фелгас Феласара, Салмонасара и Синахирима. 76. Они, поработив десять колен, отвели их пленниками. 76. А Синахирим взял приступом Глахис и другие города иудейские, разграбил их. Большую же часть бойска послав в Рапсапсакам, самым вратам Иерусалима, да знал опытом, что никого есть не преодолеть, если не угодно, кто Богу. 76. А словами сотворить плач, как змеев и рыдание, как шерей сиринских. 76. Пророк хотел показать чрезмерность скорби. Поскольку уплачущий хвобычий вопить нараспех, подобно шипящим змеям, из пламенеющего сердца испускать вздохи, и делать это с некоторым насилием себе, его пророк употребил указанные выше подобия. 77. А поскольку предвозвещал сетование всем коленам израильским, предвидел же, что бедствием этим ради будут иноплеменники. 78. Та обращает слово к ним и говорит, не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. 79. Не думайте о себе высоко, радуясь их бедствием, потому что сами остаетесь как бы невредимыми. 79. Но вместо смеха над израильтянами, посыпав на себя пепсть, оплакивайте собственные несчастья. 80. Енаким же не есть, как предполагает иной другой какой-либо город, кроме Гефа, но жителей Гефа пророк именует енакимлянами, как потомков исполина Енака, и это можно дознать из многих мест божественного писания. 80. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. 81. Разорю города ее. Немало вам не поможет ни красота зданий, ни твердость укреплений, но города ваши запустеют. 81. Поскольку не хотела оказать вам состраданий уцеломудрица наказаниями, какими были вы вразумляемы, то и поневоле примет участие в вашем бедствии. 82. Ханан же был один из соседних городов. 83. Горю это в своем добре жительница Морофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. 83. Теперь пророк обращает речь к Иерусалиму. Но порядок слов извращен, и слово «сочинение» крайне неясно. Поэтому надо искать смысл, расставив слова так. 84. Кто положил начало болезни, вселившейся во благая? То есть кто был причиной бедствия на городом, благоустроенного и наслаждавшегося миром и великим во всем успехом? 85. Хочет же пророк показать, что не человек, а сам Бог всяческих налагает наказание на этот город в отмщение за это нечестие. Поэтому превосовокупляет. 86. Ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима, и показывая, какие это бедствия прибавил. 87. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты начала грехать через Сионова, ибо у тебя появились преступления Израиля. 87. Это ясно открыл нам Бога через пророка Исаию. 88. Горе астериянам, жезу ярости моей в руку их. Гнев мой пошлю на народ беззаконный, и своих людей повелюсь сотворить корысть и пленение. 89. Исайя 10. Как и здесь сказано, кто начал в облагая, вселившись в болезни. 89. Ибо сошла от Господа на врата Иерусалима шум колесниц, конников, то есть на Иерусалим, наслаждавшийся всякими благами. 90. Я нахал болезни, восставив на него множество врагов. 91. И поскольку прежде Иерусалима разорен был Лахис, потому что Иерусалим разорил Набуходоносор, а Лахис – Синахерим, то пророк обращает речь к Лахису. 91. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. 92. Ты, Лахис, первый понесешь наказание, потому что поревновал нечестью десяти колен и вовлек в беззаконие Иерусалим. 93. Посему ты посылать будешь дары в Морешеш-Геф, население Азива будет обманом для царей Израилевых. 94. Ищи наследника приведу к тебе, жительница Мореша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. 95. Поэтому враги возьмут и у тебя множество пленных, их наименовал пророк посылаемыми. 95. И до самого Гефа земли земля твоя обратится в пустыню, потому что последовал ты нечесть и неразумных царей Израильских. 96. Будешь же в этом запустении, доколе наследника приведут тебе, то есть пока снова не освобожу и не возвращу отведенных в плен, и не отдам им отеческого наследия. 96. Имея место наследника, перевели враги. Я разумею, место это так. 97. Будет обитать в домах суетных, которые вообще были царям Израильским. 97. Да коли не приведу тебе наследника, то есть врагов, а по переводу Акилы, у которого наставлено в единственном числе, наследник, находим и более глубокий смысл. 98. А именно, в запустении будешь обитающая в домах суетных, да коли приведу тебе наследника, которого злые делатели издали и увидев, по словам владычной притчи. 99. Сказали себе, вот наследник, пойдем убьем его и захватим себе наследство. 99. Он пришедший не Лахис только, но и целую вселенную освободить от рабства суетным идолам. 99. Пророк к этому присовокупляет. Живущая в Лахисе, то есть запустение, это не тебя только постигнет, но будет простираться до Адалама, коснется исламного Иерусалима, ибо его нарек пророк дочери Исиона. 99. И к нему обратив, слово говорит, «Сними с тебя волосы, остриги скорби о нежно любимых сынах твоих, расшири за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». 99. Прими на себя плачевный вид и сложи в себя украшение волос, подражая орлу, который по естественному закону в известное время теряет все свои перья, и тогда уже не в силах уловлять добычу, перестает быть страшным для них, кому был страшен прежде. 99. Подобно всему и ты, лишившись моего о тебе промышления, будешь заступен врагам, потому что не останется в тебе никого из жителей твоих». 99. Глава 2. Михея. 99. Горы замышляющим беззакония и наложат своих придумывающих злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. 99. Ибо и ночью проводили, не оставляя беззакония, но по ночам замышляя и предначертывая в помыслах об указство, днем к замышленному присовокупляли и дела. 99. И пророк перечисляет какие-то дела и как они многочисленны. 99. Пожелают полей и берут их силой, домовой отнимает их, обирает человека и его дом, мужа и его наследие, перечисляет беззаконие и предсказывает наказание. 99. Посему так говорит Господь, вот я помышляю на весь на этот род, такое бедствие, которое вы не свергнетесь с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. 99. Согну надменные горделевые шеи ваши, и великость и наказание заставлю преклониться к земле, потому что это колено, подобно прочим, придам рабству за сказанные выше беззакония. 100. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить, мы совершенно разорены, уйдем народом и его отдам другим. 100. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. 100. Из этого нетрудно разуметь и сказанной прежде, ибо что выше назвал рыданием сиринским, то называет здесь плачем с песнью. 100. А потому явно, что и там плач с песнью по известной басне, назвал рыданием дочери сиринских. 100. Когда бедствие себе постигнут город, тогда, говорит пророк, не только будут вас оплакивать слышащие о вас, но как притчу некую станут пересказывать другим о том, что было с вами. 100. И вы скажете друг другу. 100. Мы совершенно разорены, уйдем народом и его отдам другим. Как возвратиться ко мне? 100. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. 100. Поскольку по отведению их в плен соседи разделили землю, которую они обрабатывали, то услышав об этом, сету и проливая слезы, будете говорить друг другу. 100. Богом уделена Израилю часть измеренной и разделена самыми враждебными иноплеменниками, и никто не препятствует этому, никто не останавливает их любостяжательности. 100. И я изринут оттуда, не имея у себя один данного мне участка, но принадлежащие мне поля, делят между собой другие. 100. Так пророк, воздействив скорбное, предлагает увещание, содержащее в себе полезный урок. 100. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. 100. О, называющийся Домом Якова, разве умолился Дух Господень? 100. Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? 100. Надлежит вам, говорит пророк, не о наказании скорбеть, но плакать о грехе, и не на словах исповедовать беззаконие, но на деле показать перемену в своем поведении. 100. Потому что Бог похваляет слова, украшаемые делами. 101. Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. 101. Потому что, поступая вопреки моим законам, лишили себя мира. 102. За этот злой поступок, как бы некоторым образом, совлечена с них собственная их кожа. 102. Потому что лишены моего о них промышления, и, утратив благую надежду, преданы они ратному сокрушению. 103. Жены народа моего вы изгоняете из приятных домовых, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. 104. Вместе с другими и цари, и священники, лишившись способов к прежней роскоши, принуждены раболепно жить в чужой земле, неся наказание за свои преступления. 104. Встаньте и уходите. 105. Ибо страна — это не есть место покоя. За нечистоту она будет разоренной, притом жестоким разорением. 105. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал «я буду проповедовать тебе о вине и фикере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. 105. Сами себя предав беззаконие, добровольно избрали его лукавство и сделали заступными врагам. 10. Поэтому идите в горы их, которые вначале Бог создал покрыть, покрыл растениями, потому что здесь имеют для себя способы к пропитанию. 10. Лишеный вы за грех, дух поставил лжу. 11. Дух лжи, пролетающий в лживых пророках, ископал тебе лживые предречения и тем произвел в тебе упоение. 11. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в вассоре, как стадо в овечьем загоне. 12. Зашумят они от многолюдства. 13. Это же обольщение, говорит пророк, в которое ввели вас демоны среди лживых пророков. 14. Сделайте вы десятью коленами, сделайте, а то будете в плен. 15. Ибо всех отведут туда, подвергнут вас общему наказанию. 15. И когда они постигнутся, как овцы в скорби. 16. Как смирно лежащие овцы, увидев внезапно подходящего волка, в великом страхе, стоят на ноги, так и вы увидев нашествие врагов, исполнитесь из смятения и страха. 16. Потом предсказывает пророк, совершившийся при Седекии, о чем предрекал и блаженный пророк Изекии, когда Бог повелел ему взять сосуды пленнические и известными действиями предвозвестить бегство того царя. 17. Перед ними пойдет стено-рушитель, он сокрушат. 18. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. 18. Ибо, узнав, что халдеи входят в город, царь, прокопав городскую стену, бежал с немногими, но взятый в плен, сперва видел умершление детей. 18.